Весной этого года в Нидерландах начался суд по делу о крушении Боинга MH17 сбитого в небе над Донецкой областью еще в 2014 году, пока процесс находится на стадии судебных слушаний. На них было раскрыто немало важных деталей, которые указывают на причастность России к авиакатастрофе, в которой погибли, а точнее были убиты, 280 пассажиров и в том числе дети. Во время мартовских слушаний прокурор заявил, что в Украину из России в 2014 году было отправлено по меньшей мере два зенитно-ракетных комплекса БУК, но один из них сломался по дороге и не доехал на Донбасс. Как сообщает BBC, на последнем заседании в этом году суд в Нидерландах отказался предоставить защите больше времени для обсуждения альтернативных версий катастрофы. Пока единственной версией, которую готовы рассматривать судьи, остается заключение следователей о том, что самолет все-таки был сбит из российской зенитно-ракетной установки БУК, которая находилась недалеко от города Снежное. Вследствие удалось найти несколько спутниковых снимков, на которых виден район предполагаемого места пуска ракеты вблизи города Снежное. На одном из них даже видна колонна с БУКом, идущая в сторону этой точки. В деле о Боинге есть заявление о военных США и Российской Федерации. Пентагон говорит, что у американских военных есть снимок, на котором запечатлен момент пуска ракеты по Боингу. Но само фото Вашингтон не публикует, вероятно, потому что это раскроет технические возможности спутников Пентагона. Изначально на запрос прокуратуры Нидерландов США прислали документ с описанием снимков и сопутствующей технической информации. Затем главному прокурору Нидерландов по делам терроризма все же предоставили возможность посмотреть на исходный снимок и проверить, правильно ли все указано было в американском описании. Прокурор теперь утверждает, что снимок верный. Минобороны России настаивает, что Боинг был сбит буком украинских вооруженных сил. Российские военные в июле 2014 года опубликовали несколько спутниковых снимков украинских военных баз, которые указывали, что якобы буки украинские, но Москва не прислала ни оригиналов, ни копий снимков прокурору Нидерландов, потому что, как утверждают в Минобороне России, оригиналы снимков не сохранились. Позднее выяснилось, что российские военные то ли умышленно, то ли по ошибке изучали спутниковые снимки, датированные июнем. Внимание! Боинг был сбит в июле 2014 года. Фото украинской военной базы предоставило Европейское космическое агентство. На снимке от 17 июля видно, что украинский БУК продолжает находиться на базе. К тому же, украинская власть предоставила Нидерландам информацию о положении всех своих установок БУК по состоянию на весь июль 2017 года. Эти данные совпали с информацией, полученной военной разведкой Нидерландов. Таким образом, следствие отбросило версию о том, что Боинг MH17 мог быть сбит БУКом вооруженных сил Украины. Я напомню, прокуратура Нидерландов обвиняет четверых человек в причастности к крушению Боинга. Первый – это Игорь Гиркин, он же Стрелков, гражданин России, отставной офицер ФСБ. Второй – Сергей Дубинский, это тоже гражданин России, старший офицер ГРУ армии России в отставке. Третий – Олег Пулатов, тоже гражданин России, подполковник запаса ВДВ армии России. Четвертый – Леонид Харченко, уже гражданин Украины, командир одного из батальонов незаконных вооружений и формирований ДНР. Никто из этих людей не явился в суд, кроме этого Россия отказывается помогать суду Нидерландов в допросе военнослужащих 53-й бригады ПВО, которая базируется в российском Курске. По версии следствия, именно оттуда, из Курска, на Донбасс прибыл БУК, сбивший Боинг. Даже если прокуратуре удастся добиться встречи с этими российскими военнослужащими, это может произойти не раньше февраля 2021 года, когда суд начнет рассматривать дело уже по существу. Это значит, что судьи будут детально разбирать кейсы дела каждого обвиняемого и устанавливать тяжесть преступления. Ну а мы будем следить за этим делом, как и все предыдущие месяцы и годы, и информировать вас. А вы подпишитесь на телеканал Дом, мы есть во всех соцсетках. И пишите мне, ни одно ваше письмо не останется без ответа. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова